Всем привет! Люда Йесей, Нью-Йорк. Так, отвезла Джареда продленку. Еду, хочу ответить на одно видео. Ой, на один комментарий, который звучал так. Если бы не Путин, ты бы не уехала. Но интересное кино. Так, ты едешь или что? Если бы не Путин, то я бы не уехала, да? Ну, нормально. Значит, во-первых, уезжать я уже планировала ближе к 2000-м. В 2001-м подавала, по-моему, первую визу. Первую, в 2001-м, да, когда случились как раз башни-близнецы. Вот, не дали визу. Потом там еще вторая попытка. Ну, в общем, вот так все. У меня три попытки получить визу было. Так, то есть, что там Путин? Кто там думал про Путина в 2000-х? То есть, ну, в начале 2000-х я уже всерьез этим занялась вопросом. То есть, при чем тут Путин вообще? Мне уже в 90-х было ясно, что толку не будет в этой стране. Понимаете? Не будет толку. Это было понятно уже в 2000-х, мне лично. Мне лично было понятно. Ну, почему-то я, люди думают про разные страны, про Европу. Я съездила в Англию, я пожила 4 месяца в Англии, в Лондоне. Ну, почему-то вот я не видела себя в Лондоне. Вот интересно, что. Вот почему-то у меня всегда была мысль про Америку. Вот мне так казалось. Но, видимо, это в связи с религией, хотя в Англии полно, полно церквей адвентистов седьмого дня. Вот. И дело-то здесь было в чем? Почему мне было понятно, что в России толку не будет для меня лично? Потому что никогда не будет там религиозной свободы. Вот в 90-х открылось немножко окно. Дали всем религиозную свободу. Ходи в любую церковь, будь по убеждениям, выбирай себе церковь, ту, которую ты хочешь. И все. И потом это закрылось, захлопнулось. Все. Потом монополия, монополия. Православие – это монополия. Вот. И, значит, что по поводу Путина, я думаю, по поводу вот этой войны. Знаете, это же... Да, конечно, она никому не нужна, кроме как ему. Ой, как здесь не видно. Ну, молодцы, ребята. Вы, конечно, здорово встали. Ну, как я должна приезжать, дружище? Вот ты посмотри, а. Уехал. Ну, молодец. Взял. Сейчас будет мыть. Мыть будет, наверное. Смотрит на меня так враждебно. Враждебно смотрит. Ну, я мысли-то не читаю. Если ты остановил машину, если ты не спеша выходишь, если ты не спеша – это. Ну, что я могу сделать? Я думаю, что ты это планируешь остаться посередине дороги до вызова разруливающих инстанций. Вот, что я хочу сказать. Да, война не нужна никому, кроме как, вот, похоже, что одному человеку. Но выгоду от войны имеют сразу какая-то банда, какая-то группа. Очень много во всей этой истории с войной, очень много серых кардиналов. Деньги вот эти, которые уходят из Америки, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Украинцы, бедные, несчастные, говорят, что никто не видит этих денег. Никуда они не идут простым людям. Они не идут простым людям. То есть, помимо, как бы, вообще, Путина с его идеологией убить все живое, начиная с молодежи и кончая с животными, птицами, природой, у него вот эта вот какая-то философия смерти. Смерти. Он не хочет умирать один. Он хочет утащить за собой всех. Он понимает, что его дни сочтены. Ему надо утащить всех за собой. Всех, понимаете? Всю молодежь, все живое, все живое. Ненависть такая к живому, ко всему. Есть такие люди, вот, прямо вот им. Вот я вот ощутила это вот на Джарите тоже. Какая-то ненависть к нему, к активному, живому, умному ребенку. Какая-то ненависть. Понимаете? Как это так? Вот он живой, у него столько энергии. Мы его догнать не можем. Конечно, вы его не можете догнать. Потому что вы ведьмы, вы старушки из Иргиль. Вы ведьмы, вы не можете его догнать. Ребенка, правильно. Понимаете? Вот такая ненависть, что он такой сильный у вас. Да, он сильный. Так порадуйтесь, что он сильный. Что вы мне это в упрек говорите? Вы представляете? Они мне это в упрек говорили. Мафия эта. Старушки эти белые, которые... Все, их дни сочтены. Там одни старушенцы были в цер... В этой... В этой... Так, куда я еду? Сюда, что ли? Вот, понимаете? Так, как-то я еду странно. Опять в магазин. Четыре сумки купила. Четыре сумки хватило на несколько дней. Вот, понимаете, какая-то ненависть. Нет бы порадоваться живой, активный, здоровый ребенок. Умный. С такой смекалистой. Нет. Он у вас такой сильный. Он у вас такой быстрый. Вот такая ненависть к всему молодому и живому. Вот у некоторых, к сожалению, пожилых людей прослеживается. Понимаете? Так, где мне заворачивать? Ну и вот так же и у этого товарища. Так же и у него. Еду. Так, как я еду, а? Сейчас, друзья мои. Так. Вот. Поэтому ему как-то, вот понимаете, ему как-то не хочется одному умирать. Ему как-то вот тоскливо, что все будут жить, радоваться жизни, улыбаться и так далее. Ему надо много забрать. Много. Но весьма-весьма недвусмысленная позиция Зеленского в этом, во всем. Я не считаю, что он белый, принадлежит белым силам. Я не считаю так. Нет. Очень туманная его вся история и сейчас то, что он делает. Где эти миллиарды? Где? 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 Где эти миллиарды? Так. Ой. А как ты странно выехала? Тут нельзя. Don't enter. А заворачивать здесь можно? Так, знаков никаких нет. Значит, можно заворачивать, да? А как же мне заворачивать-то? Как мне заворачивать здесь? Я не понимаю. Если вот так, что ли, просто заворачиваешь и все. Пока тетю только не сбить. Тетя молодец. Тетя шустрая. Так, поедем. Так. Значит, я уже не говорю про этого Байдена. Старик Джо еще жив. Уже под вопросом, жив ли он. Там за его спиной вообще тьма тьмущая, что творится. Вот. И, между прочим, уже демократы. Все, кто любил демократов, уже прозревают, прозревают. Понимаете? Вот. Но я также говорю, что здесь что-то, здесь какая-то мафия, шайка-лейка, в которую включено много, много народу. Много народу. Как всегда, особняком стоит Канада и Австралия. Все. Эти, вот, я заметила по жизни, они всегда особняком. Они вот не лезут во все эти вот передряги. Про Канаду и Австралию вы никогда нигде ничего не услышите. Молодцы. Вот они стоят особняком. Они делают свои дела. Я сегодня смотрела про Дубай видео, но не досмотрела еще. Ведь это поразительно. Ведь это поразительно. Каких вообще, каких масштабов, каких красот, какого развития добились Дубаи. И сколько там русских, русскоговорящих, не русских, а русскоговорящих, из всех 15 бывших республик СНГ. Сколько там вообще народу. Там миллионы русскоговорящих. Там вот это интервью дает женщина из Туркменистана или Таджикистана. Она говорит, что она здесь уже много лет. И она постоянно везде слышит русскую речь. Но это не только она. Это все говорят, что в Дубае. Это же в пустыне. Это город или страна в пустыне. В пустыне, понимаете, в песках. В песках. Так же, как вот этот, этот, Лас-Вегас. В пустыне, когда туда летишь, камни, кругом камни, вы понимаете? Летишь, каменистая пустыня, камни и все. И когда ты приезжаешь в этот город, ты не можешь поверить, что этот город был сделан в пустыне. Да, на огромные миллиарды этот город. На те миллиарды, которые люди там оставили, этот город был построен. Но там есть природа, которую искусственно понасажали, как-то землю привезли в пустыне и в камнях. Вот, понимаете? Вот так вот. Поэтому во всей этой войне, конечно, главный, главный идеолог, и который считает, что ему все можно, ему можно почему-то, он думает, что можно ему. Вот, ну и, конечно, несчастны те, которые идут на войну с обоих сторон, и которые кто-то, кажется, им за идею, кто-то за деньги, кто-то так, кто-то сяк. Но, по идее, мысль одна, что они идут и разбрасываются своими сокровищами. Есть такой вопрос один задал. За сколько вы отдадите свои глаза? За сколько вы отдадите свои почки? За сколько вы пожертвуете свои руки, ноги? Кожу там, что еще можно продать? Вот за сколько? За сколько вы отдадите это все? За сколько вы отдадите вот эту роскошь двигаться, бегать, прыгать, ходить? За сколько? За какие миллионы вы все это отдадите? Вот. И люди разбрасываются вот этими своими сокровищами. Ну как, вот здесь вот все загружено. Придется вот сюда. Ну извините, придется вот сюда. О, а здесь тоже, ну сори. Сори, 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 сори. То есть видите, что происходит? То есть здесь какая-то групповая мафия. Групповая. Это я абсолютно в этом уверена, что здесь групповая мафия. И Зеленский в той же Шайки-Лейке. К сожалению. И люди, между прочим, сейчас начинают это понимать в Украине. Что ни в одном Путине. Да, он тут главная, главная мумия. Но эти все банда тоже хороша. Эта вся банда, она тоже... Тоже заодно. И во всем деньги. Деньги, деньги, деньги. Все им мало, все им мало. Миллионы, миллиарды им все мало. Понимаете? Вот так вот, я думаю. Байдена выбрали, посадили, чтобы за его спиной все делать. Там такая мафия, такая мафия. За спиной Зеленского мафия. Путин там, возможно, один рулит. Со своей больной головой. Тут, ну, какая-то там есть... У него, конечно, есть своя свита. Все, там ему преданные люди, которых тоже там идеология и связывает все. Все вот эти преступления их связывают. Но вы понимаете, что вот это вот... Вот наберешь их там 20 человек преступников. И они управляют миром. Вот что ужасно. Вот что ужасно. То есть и люди страдают из-за них. Обычные люди. С двух сторон страдают. Даже не с двух сторон. Кризис-то они развязали по всему миру. Кризис-то везде идет. Ну, ладно. Вот такой мой коротенький ответ. Что если бы не Путин? Не знаю. Тут даже говорить нечего. Причем тут Путин? Когда я уезжала там, попыталась уехать уже в 2000-х. Причем тут? А уехала... Значит, визу я получила в 2006-м. Все. В 2006-м я получила визу. И тут же улетела. Поэтому такого еще разгула, такого разгула еще не было. Мир был еще другим немножко. Вот. Так что вот ответ на ваш вопрос, дорогой зритель. Я всегда говорила маме моей, что я не в той стране родилась. Если бы я родилась в этой стране, в этой стране, да, или уехала бы сюда подростком, например, то я была бы врачом, доктором, хирургом, кем угодно, вот, ну, получала бы большие-большие деньги. Я бы выучилась, судя по моему отношению к учебе, я бы выучилась здесь. Вот. Была бы, была бы, скорее всего, скорее всего, врачом. Ну, все. Пока-пока, мои дорогие зрители. Коротенькое видео. Иду в магазин. Выйду опять с пятью огромными сумками. Показывать это не имеет смысла. Как всегда, молоко, яйца, овощи, картошка, какие-то, может быть, супчики готовые мы берем, вот, какие-то, может быть, салатики готовые, какие-то сладости, что там еще, масло сливочное, подсолнечное, запас подсолнечного есть, вот, такой вот, сыры, рыба, ну, кое-что осталось еще, поэтому я поеду сейчас за картошкой, яйца у нас очень быстро уходят, а, йогурты, обязательно йогурты, причем так есть два типа только йогуртов, которые ест, жарят в огромных количествах, только эти йогурты, вот, он съедает их вообще. Вот, ну, хорошо, сейчас в автошколе он ест, они говорят, что он там ест. Почему-то дома те же самые макарончики, супчики он не ест. Я не могу найти там объяснение, это было всегда. Почему-то там, в саду, например, он кушал, они говорили, нормально кушает, даже просят добавки, например, иногда, но почему-то то же самое, делаешь дома, он это не ест. Загадка сия велика. Вот так вот, друзья мои, поэтому, когда началась Великая Отечественная война, родители Ширвинда уехали в куда-то за Урал, какой-то город они выбрали в Сибири. Они понимали, что туда фашисты не дойдут. Подальше, подальше увезли сына из Москвы, у них была в Москве квартира, по-моему, да, они уехали. Да, видите, конца края нет, уже два с половиной года. Я уже про людей не говорю, люди, дома, все разрушено. Понимаете, но сколько животных полегло, сколько прекрасных деревьев уничтожено, сколько горя вообще, сколько горя принесено обоим сторонам, обоим. Ой, и сколько еще это будет идти, сколько это еще будет идти. Понимаете, вот так вот смотришь на красивую природу, и вот это вот все, все это разрушить, разрушить, уничтожить, все, люди сажали. Сколько люди там поколениями строили эти дома, и все это значит уничтожить, уничтожить. Какая дьявольская сила сидит в людях. Я вспоминаю эти времена, когда китов там спасали, весь мир наблюдал, как китов спасают, каких-нибудь шахтеров застрявших, там где-то в Южной Америке. Весь мир следил, как их спасали, как радовались, когда их вытаскивали. То каких-то китов спасают, то каких-то кошек, собак спасают. Какое-то там застрявшего, там это, я не знаю, какое-то одно живое существо. И весь мир наблюдал за этим и радовался. Понимаете, какие, то есть воспитывались в людях все-таки добрые качества, эмпатии, и чего-то доброго, позитивного, божественного. А теперь что воспитывается? Радость, когда другому плохо, вот это вот должно воспитываться. Понимаете? Сатана там правит бал. Сатана там правит бал, понимаете? Люди гибнут за металл. Вот такие мои размышления сегодня по утрам. Развивайте все критическое мышление, развивайте себе critical thinking. Это очень важно. Не идти на поводу у всех. Не идти на поводу у всех. Это вот я говорю, вот это вот я, вот этой осенью, там и зимой я увидела на Джарите. Вот эту ненависть вот этих белых американок, старушек, пожилых вот этих вот. Что он у вас сильный такой, он у вас бягает так сильно. Он у вас такой, это, спортивный. Но вы ненормальные говорить об этом. Вы ненормальные, значит, люди. У вас ненависть ко всему молодому, живому, сильному, полному жизни. Понимаете? О, как это страшное, страшное дело. Задушить, задушить, закопать все живое, все уничтожить. Такая ненависть к жизни. Ненависть к жизни. Потому что они уже там, они уже там, все. В своих мозгах. Страшное дело. Как важно оставаться молодыми до конца. Вот сколько человек отпущено, до конца надо оставаться молодым, прогрессивным и радоваться. Радоваться. Любить жизнь, любить молодежь, любить детей. И вот все в таком духе, понимаете? И помогать им, помогать, подставлять плечо. Не закапывать молодых, а подставлять им плечо и вытаскивать их. Ну все, пока-пока, друзья мои. Кто-то написал, что я что-то как-то сумбурно рассказываю про Джарита, да? Я не могу вам рассказать всю эту историю. Я вам даю детали. Детали. Я не могу рассказать всю эту историю сначала и до конца в подробностях. Во-первых, это будет многотомник. Намного больше, чем война и мир Толстого. Вот. Во-вторых, я не могу деталей взять. Я говорю вам фрагменты. Я расскажу вам фрагменты. С какой ложью, с какой жуткой ложью. И когда мне что-то говорили про него, я не верила. Я говорила, я вам не верю. Потому что то, что вы рассказываете обо мне, вы врете обо мне. Как я могу верить то, что вы говорите про моего ребенка? И почему он только у вас, в вашем каком-то вот этом вот драконовском мире, почему-то он только у вас вот такой странный. Почему он нигде в другом месте не делает то, о чем вы говорите? То есть я допускаю, что они врали. Они врали ужасно. Он для них был неудобный. Он для них был слишком активный, сильный, умный. И их задача наврать, чтобы следовать своим планам. Чтобы их планы осуществились, надо врать. И они это делают постоянно и везде. Ну все, друзья мои. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с ложью в вашей жизни, в ваш адрес, ну не удивляйтесь, почему вот так возненавидели вас где-то что-то. Почему-то к вам такое отношение. Вы же добрый человек. Чем добрее, чем более вы талантливее, чем более вы успешнее, чем больше у вас достоинств, например, девушки молодые, красивые, умные, такие вот, как сказать, упорные в учебе, в том, сём, пятом, десятом, тем больше будут вас клевать и ненавидеть. Вот эти все неудачники, вот эти все слабые, завистливые, которые хотят не своими усилиями добиться на вас равняться и идти вперёд. Нет, они будут вас заклёвывать, пытаться заклевать вас, потому что, как бы, им, получается, это не дано. Хотя они, делая столько же усилий, сколько вы, красивая, молодая, там, сильная, здоровая девушка можете сделать, они тоже могли бы делать те же самые усилия, точно так же стоять на той горе и радоваться рядом с флагом, там, что вы его друзили, да? Вот, но им не хочется делать эти усилия, они поэтому будут вас заклёвывать. И вот здесь, вот я обращаюсь к таким девушкам, красивым, умным, талантливым и так далее, или это, там, может быть, не девушки, может быть, это юноши, или же это уже зрелые люди, неважно. Если вы делаете усилия, если вы добиваетесь успеха, вы своим потом и кровью это всё добиваетесь, вы карабкаетесь денно и ночно на эту гору, вы потом стоите, и кто-то вас хочет оттуда спихнуть и так далее. Вам нужно звать качество в себе сильных. Не надо там рыдать в подушку, почему-то вас так все возненавидели. Не надо. Не кусают только дохлую собаку. Если вы идёте вперёд, то сзади будут всегда кто-то у вас цепляться. Не удивляйтесь. Просто не удивляйтесь этому. Я вот всегда думала, вот, в молодости, ну, чему завидовать? Ну, почему, там, почему надо завидовать, там, моей маме? Почему надо завидовать мне? Что такого? Что, почему надо кусать, завидовать? Вот я не понимала. Сейчас я понимаю уже об этом всё. Всё. Я уже это всё понимаю теперь. Потому что это борьба света и тьмы. Борьба между чёрными и светлыми силами. Понимаете? Я говорю, я с такой чернотой столкнулась, когда вот, получается, Джаред и это с его прекрасными качествами, с его талантами. И я с такой столкнулась тьмой, которая хочет задушить это всё. Потому что ими руководят тёмные силы, тёмные силы. Вот какого-то такого вот вялого ребёнка, неинтересного такого вот, какой-то валенок такой. Вот, знаете, ребёнок, у которого нету ни физических, ни какой харизмы, ничего. Вот такого ребёнка трогать не будут, не будут. Вот чем ярче у вас ребёнок, или чем ярче вы, тем больше вас будут кусать, пинать. А если вы ещё будете что-то такое вот, как бы людям про Бога рассказывать, как-то стремиться приумножать количество добра в этом мире, то тем больше вас будут кусать и стращать. Вот у этого мозги есть. Вот он становится правильно. Молодец. Молодец. Мужчинка. Стал правильно от меня. Не как в тот раз. Вот, сохраняет дистанцию, мест полно. Вообще пустая стоянка. Это для машин. Вот всё. Тоже с женщиной. Другая история. Вот встал от меня подальше, не впритык. Всё идёт. Дал своей спутнице руку. Всё. Умничка. И пошёл. Так, ладно, всё, друзья мои. Ответ на вопрос. Если бы не Путин, уехала бы я. Так, этот станет со мной сейчас ряд. Нет? Нет? Молодец. Тоже молодец. Умничка. О, молодец. Так, что с этим будет? Тоже. О, молодец. Умничка. Смотрит на меня, не может понять, почему я на него таращусь. Вот, мужчина с головой. Вот, прекрасно. Всё. Есть мужчина с головой в Америке? Есть. Так, этот что? И этот давай сюда. Угу. Молодец. Молодец. Прекрасно. Всё. Я стою задом туда, потому что в тот раз я вышла. Тоже молодец, мужчина. Всё, молодец. Мужчина? Мужчина. Непонятно. Да, мужчина. Всё, пошёл. Вот. В тот раз я встала. Хорошо, что сзади меня никого не было, потому что мне нужно открывать багажник. С тележкой нужно пройти. Тележка полная, нагруженная сумками. Вот так вот. Ну ладно, всё, друзья мои, буду заканчивать. Пока-пока.